Уважаемые братья и сестры, мы начинаем цикл бесед, который называется «Гибель Первого мира». То есть мы будем говорить немного о сотворении мира, более подробно о грехопадении и более подробно о жизни людей до потопа. Почему это очень важно? Потому что жизнь людей до потопа, она очень напоминает, точнее указывает на жизнь людей перед концом света. Как сам Христос говорил, как было во дни перед потопом, так будет и во дни перед пришествием Сына Человеческого. Итак, мы открываем Библию, книга «Бытия» с первого стиха и ниже. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Вот это первый стих Священного Писания. Святитель Иоанн Златоуст сразу обращает внимание на следующую деталь. Он пишет, почему Бог сначала сотворил небо, а потом землю? Почему сначала сотворил кровлю, крышу, а потом фундамент? Потому что Он не подчиняется необходимости естества и не рабствует последовательности искусства. Ибо творцом и художником, и природой, и искусством, и всего сущего является воля Божия. То есть наш Творец, Он творит мир чудесным образом. Сначала кровлю, небо, потом землю. Как мы с вами и прочитали, вначале сотворил Бог небо и землю. Само славяно-русское слово «Бог», как мы с вами говорили на вводной лекции, оно означает божественную правосудность. Особенно в еврейском прочтении этого слова славяно-русское «Бог» – это перевод греческого «Феус», а греческий «Феус» из «Септуагинты» – это перевод еврейского имени Божия «Элагин», который означает «Мир правосудности», и в некоторых случаях «Элагин» так переводится как «Судьи». И в первой главе книги «Бытия» мы видим только это имя Божие. Мир творится на основах правосудия. И действительно, мир природы, он строго подчиняется законам природы. И он как бы не нуждается в милосердии. Но когда в Библии рассказывается о сотворении человека, там появляется славяно-русское имя Божие – Господь, по-гречески «Кириус», по-еврейски «Яхве», которое это имя означает «Меру Божественного Милосердия». Кстати, славяно-русское слово «Господь» – оно очень близко к слову «Господин, Государь». Слово «Господин» в советское время приобрело негативную окраску. Но в дореволюционные времена слово «Господин» имело только положительную окраску. Господин – это тот, кто меня кормит, одевает, обувает, дает работу. А начнется война, господин впереди на коне, на коне поскачет дворянин, а мы, мужики, там с колями за ним помогать ему. Поэтому слово «Господь» славяно-русское, оно очень тесно связано «государь», «господин» и так далее. То есть оно имеет такую мягкую окраску, в отличие от славяно-русского «бог», который означает некую такую строгость. С другой стороны, слово «Бог» – это слово санскритского происхождения, индорийская группа языков. Оно означает абсолютно богатый. Бог, богатство, богатеть, богач – это однокоренные слова. Почему, когда христианство пришло на нашу землю, оставили именно это слово? Потому что Бог по праву Творца действительно является единственным абсолютным собственником во Вселенной, так как Он все создал, все Ему принадлежит. Поэтому, как бы, к этому слову никакие претензии не возникли, хотя оно существовало и в дохристианский период славянских народов. Вначале сотворил Бог небо и землю. Небо – это мир невидимый, землю – мир видимый. Можно предложить и такое столкование. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой». Таким образом, мы видим, что при сотворении мира присутствует Бог Отец, который творит мир, и мы наблюдаем действие Духа Святаго, и Дух Божий носился над водой, а так как далее Бог будет творить мир словами, да будет свет, и так далее. А слово «Логос» – это Сын Божий, как в Евангелии от Иоанна сказано, вначале было слово и ниже. И слово стало плотью, и обитало с нами полной благодать и истины. Таким образом, мы видим при сотворении мира действие всей Троицы, всех лиц Святой Троицы, и Бога Отца, и Бога Духа Святаго, и Бога Сына, то, что Божественный Логос, Божественное Слово. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой». Что это за вода? Блаженный Августин пишет, В этих словах дается представление о бесформенности, дабы люди могли постепенно постигать смысл того, что недоступно их воображению, неспособному представить себе что-либо при отсутствии какой бы то ни было формы. Из этой-то бесформенной материи и возникли наши небо и земля, уже оформленные и наполненные всем тем, о чём в дальнейшем говорится в рассказе об устроении мира за шесть дней. То есть речь идёт как бы не о воде, в таком нашем понимании, а Августин наставит на том, что материя в момент возникновения, она была хаотична и безформлена, и Бог как бы упорядочивал движение материи, создавая миры, созвездия, галактики, создавая солнечные системы, планеты те или иные, приводя мир в тот гармонический вид, в каком мы можем его наблюдать. «И сказал Бог» – вот здесь уже Бог творит мир словом, то есть своим Сыном, а Сын и есть сущностное свойство, точнее, сущностное Слово Божие. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет». В некотором смысле свет является первым творением, первым творением, то, что созидается вот словесами Божьими. И сразу, конечно, возникает вопрос, а ведь свет – это не самостоятельная субстанция, он должен что-то высвечивать, от чего-то отражаться. Почему вот первое, что створено Словом Божьим, это именно свет? И, отвечая на этот вопрос, экзегеты учили, что действительно первым речением Бог творит свет, чтобы обозначить причину сотворения всего мира. Мир творится для того, чтобы во свете Его мы узалили свет. То есть окончательная причина сотворения мира – это вхождение тварного, созданного Богом мира в божественный свет. Поэтому о святых людях и говорится. И так досветит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. И мы знаем, например, из свидетельств Дивеевских сестер, что когда они беседовали с преподобным Серафимом Саровским, они видели, как тоненькие лучи света они пробивались через его кожу. Были открыты только кисти его рук, их взору и его лицо. И вот тоненькие такие лучи света они как бы пробивались через кожу кисти рук и лица. Почему нам важно на это обратить внимание? Потому что здесь говорится о сотворении света, а о сотворении Солнца, Луны и звезд говорится значительно позже. То есть первоначальный свет, он имеет духовную природу. И он как бы потом был сокрыт, чтобы как бы с одной стороны уступить место физическим светилом, а с другой стороны, чтобы сохраняться для тех подлинных святых, от которых он сможет отразиться, этот свет. Потому что святой сам не является источником света, как Луна. Луна не является источником света, она отражает свет Солнца и только в той мере, в какой свет Солнца падает на нее. Поэтому мы имеем разные фазы Луны. И святость тоже проявляется по-разному, в той мере, в какой человек может вместить ее в себя и потом отразить ее в этом мире. Источник святости – это всегда Бог, Он един, свят, в абсолютном таком самодостаточном смысле. И стал свет, то есть божественное слово, оно обладает творческой силой. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Вот мы в своих словах можем высказывать пожелания, но наше слово не обладает такой творческой силой, как слово Бога. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. Вот здесь мы поподробнее остановимся, что значит отделил Бог свет от тьмы. И если мы возьмем лицевой свод XVI века, который был составлен по указанию царя Иоанна Васильевича Грозного, Иоанна IV, то он начинается с библейского восьмикнижия. Этот свод называется лицевой, потому что он весь в иллюстрациях. И вот на эти слова, и отделил Бог свет от тьмы, дается иллюстрация, как добрые ангелы сбрасывают злых ангелов в пространство между небом и землей. То есть отделение света от тьмы в духовном истолковании – это когда Бог отделяет добрых ангелов от злых, и злые, низвергаются в пространство между небом и землею. То, о чем апостол Павел говорит, наша брань не против крови и плоти, а против сил злобы поднебесной. Но как такое могло произойти, что часть ангелов, а именно треть ангелов, отпали от Бога? «Если все творение Божие, оно хорошо весьма», как сказано в Библии. Бог не является источником зла, и Бог не творит зло. Зло возникает, как свободное произволение в мыслящих существах. Сначала это проявляется у падших ангелов, которые называются бесами, демонами, а потом у падших людей после грехопадения. Что же произошло с первым падшим ангелом, которого мы знаем как дьявола, и также его называют сатаной? Сатана, по-гречески сатан, означает противник. Это тот, который противостоит Божьему замыслу спасения, домостроительству спасения рода человеческого. Но что с ним случилось? Изначально он был сотворен весьма хорошо, как и все творение Божие. И как остальные ангелы, Люцифер, это тоже его имя, он воспевал имена Божие, потому что служение ангелов – это воспевать имена Божие и пламенеть любовью к Создателю, а чувство любви – это желание приблизиться как можно ближе к объекту любви. И пребывая в состоянии такого духовного восторга, пламенея любовью к Богу, в какой-то момент Люцифер потерял ощущение дистанции между собою и Богом. То есть он возомнил себя, как бы быть равным Богу, приближаясь к Создателю в пламенеющей любви. И происходит его выпадание из духовного мира. Почему? Потому что ни одна часть творения не может быть поставлена на тот же уровень, как и Творец. В Библии говорится о том, что всё творение Божие по отношению к Богу – это как горшки по отношению к горшечнику, который их создал. Если какой-то горшок вдруг ставит себя на положение горшечника, то это, конечно же, катастрофа. И вот эта катастрофа, она была пережита Люцифером. И Блажен Августин, поясняя эту ситуацию, он говорит, не было другой причины для падения Люцифера, кроме стремления его к благу. То есть он, имея правильное стремление, исказил характер своих взаимоотношений с Богом, возомнив себя, быть равным Богу, и он пал. Вот, как говорят, благими намерениями бывает дорога вымощена в ад. И Бог отделяет свет от тьмы, то есть происходит размежевание между добрыми и злыми ангелами. И некоторые святые отцы поясняют, что Бог и создает человека для того, чтобы восполнить число отпадших ангелов. То есть замысел Божий о человеке, он мог заключаться в том, что Бог хотел восполнить число отпадших ангелов. И если ангелы были сотворены из света, из духовного света, то человек будет твориться из праха земного, потому что тот свет, из которого они были сотворены, он мог дать основание для гордости Люцифера. А человек в самом начале того вещества, из которого он берется, имеет повод для смирения. Мы из праха беремся, и в прах мы возвращаемся. Поэтому это глубокий повод для смирения. Далее Библия рассказывает о том, как Бог творит мир за шесть дней, как происходит украшение сотворенного мира. И для нас очень важно здесь обратить внимание на текст первой главы книги Бытия с 26 стиха и ниже. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над сею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их». Мы видим, что сотворению человека предшествует собор лиц Святой Троицы. «И сказал Бог», то есть Бог обращается к кому-то, «сотворим человека по образу нашему». Здесь местоимение стоит во множественном числе. «И подобию нашему», то есть совет лиц Святой Троицы предшествует сотворению человека. Что значит «человек создан по образу Божию»? Это означает, что человек является таким же свободным существом, каким является и сам Бог, который есть, Бог есть сущность, сущность всего существующего. Он самодостаточный, существующий, над всем превознесенный. Человек, созданный по образу Божию, это человек, наделенный свободной волей. Как Бог абсолютно свободен в своих решениях, ничем не ограничен, так и человек имеет свободу. И свобода человека настолько безгранична, что человек может ее направить даже против Бога. Например, человек заявляет, что Бога нет. И Господь его сразу не уничтожает, потому что он является свободным существом. И даже некоторые отцы высказывали такую мысль, что ад был попущен Богом, чтобы обеспечить свободный выбор тем, которые не хотят жить с Богом. то есть вот в каком-то таком необъяснимом смысле те существа, которые избрали другой путь, противоположный вере в Бога, это их как бы свободное решение, и здесь как бы Бог не несет за это решение никакой ответственности. И Бог благословляет первых людей, смотрим 28 стих, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Итак, первый заповедь, который дается людям, это заповедь плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Вот если бы Бог сказал бы плодитесь и все, то достаточно было бы иметь одного ребенка. Но так как Бог сказал и размножайтесь, и наполняйте землю, то надо иметь столько детей, сколько Господь пошлет. Здесь мы видим, что Бог творит человека владыкой над этим миром, чтобы он владычествовал над всеми зверями. Но, как пишет Иоанн Дамаскин в точном изложении православной веры, первым владыкой над нашей землею был Люцифер, дьявол. До момента своего выпадания из духовного мира Бог его создал, как ангел и хранитель этой планеты. Но когда он возгордился и пал, Бог творит человека и объявляет человека владыкой над этим миром. Вот почему дьявол нас так не любит. Человек как бы занимает в духовном космосе то место, которое изначально оно предназначалось для Люцифера. Но он в гордыне выпадает из духовного мира, теряет величие прежнее, и человек теперь творится как владыка над этим миром земным. И, конечно же, жгучая ревность, она сжирает лукаво дьявола изнутри, и он никогда нам не простит того, что он, созданный из света, отвергнут, а мы, созданный из праха земного, как бы занимаем то положение, которое в некотором смысле оно когда-то принадлежало ему. Когда в первой главе оканчивается повествование о сотворении мира, 31 стих, «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». То есть все творение Божие хорошо весьма, потому что все, что Бог сотворил, Он сотворил на благо. И даже то, что в этом мире Бог попустил произойти выпаданию злых ангелов из духовного мира, в некотором смысле это оборачивается благом для людей, которые займут место отпадших ангелов, как и мы называем святых. Как мы и называем святых, мы говорим, что святые, это «Земные ангелы, небесные человеки». «Земные ангелы, небесные человеки». И Вожжин Августин очень много рассуждал как бы о проблеме зла, и он пришел к такому интересному заключению, что Бог не попустил бы зла в этом мире, не имея намерения и само зло обратить во благо. не имея намерения само зло обратить во благо. Как Паисий Святогорец приводит такой пример о своих таких ярких рассуждениях. Он говорит, что такое зло? Это когда ты идешь по улице, а враг, человек, швыряет камень тебе прямо в лоб. Ты правой рукой ловишь этот камень, а левую руку в кармашек достаешь из-под рясника орешки, начинаешь колоть этим камушком, сдувать скорлупу и кушать. То есть Бог попускает зло в этом мире, только имея целью обратить это все во благо для человека. И отцы шли даже дальше в этих рассуждениях. Они говорили, например, что если бы не было соблазнов, то никто бы и не спасся. Потому что соблазны, они обнаруживают в нашей жизни то, что мы должны исправить. То есть они помогают нам поставить такой диагноз самим себе. Но при этом, конечно, мы понимаем, что зло, существующее в мире, оно ограничено божественными промыслами. Как в Библии сказано, что Бог не попускает зла сверх наших сил. И в самих искушениях, которые Он нам попускает, Он сообщает нам и некое облегчение, чтобы мы смогли перенести. И теперь мы обратим внимание на вторую главу книги Бытия, где прежде всего говорится о сотворении человека. Открывайте вторую главу, седьмой стих. Здесь мы находим такие слова. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Здесь, как бы, более подробно теперь рассказывается о том, о чем мы прочитали уже и в первой главе. О том, что именно Господь создает человека, а здесь показывается, как Он его создает. Во-первых, из праха земного, и мы с вами уже установили, почему, чтобы в самом веществе, из которого мы создаемся, дать нам повод для смирения. Вот такое экзогетическое истолкование нам дает святитель Филарет Дроздов. И о сотворении человека также мы прочитали, что Бог вдунул в лице его дыхание жизни и стал человек душою живой. Что же Бог вдыхает в человека? Это нетварные божественные энергии, которые означают божественную любовь, заботу, милость и благодать, прежде всего благодать. И, собственно говоря, мы и живем этой благодатью Божией, которая не оставляет нас, ибо потоки благодати, они непрестанно изливаются на нас, и только милостью Божией мы можем существовать, как в Библии сказано о Боге, что мы им живем, движемся и существуем. А далее говорится о том месте, особом месте, которое Бог создает для первого человека. И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и древо жизни посреди рая, и древо познания добра и зла. Рай – это прежде всего не географическое понятие, прежде всего это особое состояние первозданного человечества, которое пребывало в гармонии со своим создателем, творцом. При сотворении человека мы видим славяно-русское слово Господь, которое производное от греческого Кириус, от еврейского четырехбуквенного имени Бога, Яхви, который означает меру божественного милосердия. Иногда это имя транслитерируется как Иегова, но это более поздняя транслитерация, сейчас она признана как бы устаревшей и не очень точной. Итак, мы видим, что творится рай, и это прекрасный сад, в котором было много деревьев, и древо жизни посреди рая, и древо познания добра и зла. Древо жизни, оно символизирует собою крест Господен, потому что как силой креста Голговского мы, христиане, живы, так и первое человечество могло существовать вечно, вкушая от плодов древа жизни. Был ли человек сотворен смертным или человек был сотворен бессмертным? Некоторые отцы говорят очень категорично, человек не был сотворен ни смертным, ни бессмертным, он был сотворен для жизни, но он мог бы жить вечно, если бы исполнял ту заповедь, которую ему дал Бог. об этой заповеди мы почитаем ниже, ведь сказано, что исполняя закон, человек будет жив законом. То есть пока мы верны Божьей заповеди, мы живем этой заповедью, но когда мы нарушаем волю Бога, сказано за грех смерть. И далее мы читаем из Едема выходила река для орошения рая и потом разделялась на четыре реки. Святые отцы говорят, что четыре реки символизируют собой четырех евангелистов, а единый поток, проистекающий для орошения рая, это закон Божий. Таким образом, эти реки, воды, которые орошают рай, обтекают его с разных сторон, это образы, которые указывают на святой закон Божий и, главное, на проповедь евангельской благодати, то, что мы имеем в четырех евангелиях, евангелие от Матфея, от Марка, Луки и Иоанна. Имя одной реки Фессон, она обтекает всю землю Хавила, так, где золото, и золото той земли хорошее, там Бдалах и камень Аникс, 13 стих. Имя второй реки Гихон, она обтекает всю землю Куш, имя третьей реки Хедекель, тигр, она протекает перед Осирией, четвертая река Ефрат. Как мы видим, даются некоторые ориентиры, где все-таки находился рай, и мы видим, что он находился между тигром и Ефратом. То есть рай – это месопотамия. И долгое время многие ученые признавали, что колыбелью изначального человечества действительно является месопотамией. Тот, где теперь Ирак, Иран, вот эти места, когда-то там существовал рай. И некоторые святые отцы говорили, что рай был стерт с лица земли во время всемирного потопа. Когда был всемирный потоп, вот то, что оставалось от рая сладости, все это было уже как бы уничтожено. И теперь, в нашем понимании, рай – это духовный мир, это царство небесное, где обретаются праведники, прощенные племена, народы и языки, которые силой и благодатью Господа нашего Иисуса Христа переживают искупление, освящение и обожжение в этой земной жизни, чтобы войти в рай сладости. Четвертая река – Ифрат. Здесь Ифрат как-то выделяется, подчеркивается как бы его особый статус. Действительно, Ифрат – это как бы некий водораздел между языческим миром и миром верующих людей. И был такой человек, о нем тоже рассказывается в книге Бытия, это патриарх Авраам, который был жителем Ура-Халдейского, это Месопотамия, и он оставляет Месопотамию, переходя Ифрат, переходя Ифрат, а те племена, которые странствовали между Ифратом и Египтом, назывались Ибру, то есть Евреи. Евреи – это слово означает с другой стороны Ифрата, то есть перешедший реку Ифрат. И Авраам, который оставляет языческий мир и идет, потому что его зовет Господь, он, переходя реку Ифрат, как бы оказывается по одну сторону мира, а весь остальной мир, языческий, греховный, по другую сторону. И вот тема исхода, перехода через некие водоразделы в Библии – это очень интересная тема. Например, евреи, выходя из Египта, будут проходить сквозь Черное море, Авраам, покидая Месопотамию, переходит Ифрат, евреи, из Египта, возвращаясь Святую Землю, будут переходить Иордан, и Иордан возвратится вспять, река остановится, и они пройдут якопосуху. И о исходе евреев мы поем якопосуху, пешешествуй, Израиль, по бездне стопами. То есть эти образы библейские, они и глубоко поэтичны, и мы находим отображение этой поэтики в литургическом богословии. И вот далее говорится о человеке, и взял Господь Бог человека, которого создал, напомню, вот это словосочетание Господь Бог, это наиболее благоприятное словосочетание, это значит, что божественное милосердие и божественное правосудие, они уравновешены. И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. То есть Бог создан, Бог создает человека, Бог создает человека, чтобы человек хранил и возделывал рай. Хранил и возделывал рай. Вот в этом как бы высокое назначение человека. А для нас рай – это Царствие Небесное. Как мы можем хранить и возделывать то, куда мы еще не вошли? А в православном понимании спасение – это не то, что достигается человеком, это божественная данность. Человек пришел в церковь, его покрестили, ему сообщилось полное отпущение грехов, и теперь он должен оберегать это состояние, как Христос простил блудницу, но сказал ей, иди и впредь не греши. Хранить и возделывать рай – это оберегать ту благодать, которую мы переживаем в тех или иных таинствах церкви. Хранить и возделывать самого себя, а хранительные функции выполнять по отношению к той благодати, к тем таинствам спасительным, которым мы приобщаемся в святой церкви. И взял Господь Бог-человека, которого создал, 15 стих, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать и хранить его, 16 стих, и заповедовал Господь Бог-человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Вот здесь как раз то, о чем мы уже говорили, человек не был создан бессмертным или смертным, все зависело только от того, будет ли он сохранять верность воле Всевышнего. Вот Бог дает ему заповедь, от всех деревьев в саду ты можешь есть, значит, и от дерева жизни он мог есть, но вот от древа познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, то есть проявишь непослушание создателю, ты смертью умрешь. Здесь для нас очень важно обратить внимание на то, что Бог говорит Адаму о смерти, причем Бог говорит Адаму о смерти как бы в двух измерениях. В день, в который вкусишь от него, смертью умрешь, то есть в тот же самый день, в который вкусишь. А мы знаем, что Адам прожил 930 лет. 930 лет. И как тогда понять эти слова? В день, в который вкусишь от него, смертью умрешь. На самом деле духовно Адам умер строго в тот момент, когда он вкусил от этого древа. Мы это увидим после грехопадения, это был уже не тот Адам, который был создан по образу и подобию Бога, совершеннейшее творение Создателя, который должен был быть владыкой над всем этим миром. После грехопадения это уже что-то совсем другое. А с другой стороны рай, в котором Адам получает эту заповедь, это мир Божий. А у Бога, как сказано в Библии, один день, как тысяча лет. И тысяча лет, как один день. Получается, что Адам не дожил до окончания этого Божьего дня, сколько? 70 лет. То есть умер в тот же самый день, как Господь и сказал ему. Есть такое очень древнее предание, очень древнее, о том, что когда Адам давал имена животным, об этом мы будем читать сейчас ниже, то Адаму были показаны и все его потомки, которые произойдут от него. И он увидел всех, каждого. И в пророческом духе ему была показана сущность каждой души. И он увидел одного младенца, который родился, и очень возвышенные качества были души этого младенца, но этому младенцу предстояло жить, по преданию Адам понял, что ему жить всего один день, и он умрет. И тогда Адам сказал, я вот 70 лет своей жизни отдаю этому младенцу, потому что он должен был прожить, ну, скажем так, тысячи лет, 999 лет, то есть это тоже означало бы в тот же день он умер. И по преданию эта душа, которую он рассмотрел, это царь Давид, который прожил действительно 70 лет, мы это видим из Библии, и который состоялся и как пророк, и как царь, и как великий духовный поэт, который воспевал Бога своими псалмами, так что вся вселенная стала словословить Бога этими же словами. Итак, человек был создан не смертным, не бессмертным, он был создан с условием, что он может наслаждаться жизнью, но в день, в который он вкусят, от древа познания добра и зла, он смерть умрет. Что это за древо познания добра и зла? Вот это очень интересный вопрос, и по поводу этого древа существует много разных представлений. Например, некоторые люди, даже богословы, предлагают такое рассуждение. Человеку объективно надо было вкусить от этого древа, потому что иначе человек бы не понял, что такое добро, не поняв, что такое зло. И, вкусив от этого древа, он мог теперь уже различать разницу между добром и злом. но это очень легкомысленное такое утверждение. На самом деле святые отцы говорят, адам отлично знал до грех падения, что такое добро и зло. Во-первых, Бог ему говорит о двух измерениях смерти. В день, в который вкусишь, смерть и умрешь. Значит, адам имеет об этом представление. Во-вторых, зло уже существовало в лице падших ангелов до трети ангелов вместе с Люцифером отпали от Бога и оказались в пространстве между небом и землей. Почему они, кстати, в этом пространстве? В Псалтире сказано, небо, небо Господу, землю он отдал сынам человеческим. То есть, они не могли оставаться на небесах после того, как отступили от Господа, ибо это Божий мир. Но они и на земле не могли оказаться, ибо землю Бог создал для сынов человеческих. И они находятся в этом пространстве между небом и землей. В этом пространстве. Как Павел говорит, наша брань не против крови и плоти, а против сил злобы поднебесной. И вот в этом пространстве они как раз обитают воздушные бесы, демоны, иногда так их называют. Древо познания добра и зла вот это надо вам всем запомнить, реально представляло из себя и символизировало собою право или приоритет Бога решать вместо человека и за человека, что такое добро и зло. Повторяю, древо познания добра и зла реально представляло из себя и символизировало собой право или приоритет Бога решать вместо человека и за человека, что такое добро и зло. то есть до грехопадения люди считали злом то, что Бог считал злом и считали добром то, что Бог считал добром. То есть Адам и Ева, они пребывали в божественном видении сих разностей и не было никакой объективной причины им впадать в ослушание Создателю, чтобы как бы расширить свой интеллектуальный горизонт. Это неправильная точка зрения. Кстати, все зло в мире существует именно потому, что сорвав с этого древа люди присвоили себе право самим решать, что такое добро и зло. То есть они функции Бога перенесли на себя. И каждый человек носится со своим представлением о добре и зле. И представление одного человека о добре и зле не совпадает с представлением другого человека о добре и зле. И это подлинная причина всех конфликтов, которые существуют в этом мире. Всех конфликтов. Но вы знаете, как Россия смотрит на Америку, как Америка смотрит на Россию. И это повсеместно, это между разными народами, племенами, языками. У каждого свое представление о добре и свое представление о зле. Хотя у пророка Исаии Господь говорит через его пророчество «Горе горе тому, кто тьму почитает светом, а свет тьмою, горько почитает сладким, а сладкое горьким». Итак, мы читаем далее. И сказал, это 18 стих, «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Вот этот принцип «нехорошо быть человеку одному» – это очень широкий принцип. Это провозглашение принципа соборности. То есть человеку в принципе нехорошо быть одному. Поэтому Христос, когда давал христианам молитву, молитву Господню, в самой этой молитве мы видим начало не «Отче мой, а Отче наш». Потому что человеку в принципе нехорошо быть одному. То есть мы всегда должны чувствовать соборное единение с другими верующими, прежде всего с верующими, но и со всем родом человеческим, так как мы все потомки Адама. То есть провозглашается принцип соборности. Человек как соборная единица, если хотите. Но также этими словами Бога учреждается первая семья. Нехорошо быть человеку одному, и потом Бог принимает решение создать для него помощницу соответственно ему. Что значит соответственно ему? Это еврейское слово энэкдо, насколько я помню, которое можно перевести как подобное соответственно ему помощница, а можно перевести как противостоящее ему. то есть жена по отношению к мужу она как бы соответственно ему, но она может быть и противостоящая ему. И экзегенты древние говорят, а все зависит от того, как будет исполнять заповеди Бога муж. Если он будет следовать заповедям Бога, то жена будет помощницей ему, соответственно ему, подобно ему, но если мужчина будет нарушать закон, она будет противостоять ему во всем, она станет его противоположностью. Поэтому когда нет разумения между мужем и женою, то древние экзегенты говорят, вина все-таки падает прежде всего на мужчину, потому что муж глава жены, а не наоборот. И мы читаем 19 стих, Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ее. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника подобного ему. Итак, что мы видим? Бог сотворил всех этих животных и сотворил все это весьма хорошо. Адам, созданный по образу Бога, он нарекает имена этим животным, то есть он в звуке выражает сущность каждого творения, он как бы сотворит Богу, Бог создал этих животных, Адам, нарекая им имена, как бы раздвигает границы творения, он сотворит Создателя. Кстати, только существо, которое озаренное Божественным Светом, обладает творческим началом. Вот человек, который дает имена твари, это совершеннейший человек. Еще древние греки говорили, тот, который дал имя всему, это самый совершенный человек. И есть такой старинный метраж, который может восходить к временам второго храма, что когда Адам дал имена всем животным, Господь его спросил, а как ты меня назовешь? И Адам сказал, ты Адонай, славянской транслитерации Адонайи, когда по ремии читают, иногда произносят это имя в храме, оно означает хозяин, господин, владыка, тот, который по праву творца единственный собственник во вселенной. Сам первый человек называется Адам. Адам это имя собственное и в то же время нарицаемое. Адам от слова Адама Адама так на востоке называется красная глина. Глина красноватого цвета. То есть Адам это прах, глина. Но Адам это нарицательное имя. Оно переводится как человек. А человек как глина. вот такой интересный парадокс. Прах ты и в прах возвратишься, то есть ты, Адам, возвратишься в Адама. То есть прах ты и в прах возвратишься. но тогда Адам был самым совершенным человеком. И в животном мире для него не нашлось никакого помощника, то есть подстать ему и соответственно ему, потому что человеческое существо это среднее между ангельским и животным миром. Человек это существо, которое занимает среднее положение между ангелами и животными. И в зависимости от того, как человек живет, или он склоняется к животному началу, или к ангельскому началу, то есть становится святым, как мы говорим о святых, что это небесные человеки, земные ангелы. Также человек это существо между духовным миром и материальным. Да, он создан из праха земного, но Бог вдунул в ноздри его дыхание жизни, и человек стал душою живою. То есть в нем есть то, что связано только с материальным миром, это наше тело, и то, что Бог вдохнул в человека нетварной божественной энергии, то, что делает его благодатью Божией, то, кем он и должен являться, величайшим творением Божьим, которое весьма хорошо. И когда для человека не нашлось помощника соответственно ему, Бог начинает действовать. И мы читаем 21 стих и ниже, «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью». Здесь возникает вопрос, а почему Господь наводит сон на человека при сотворении из человека жены? Господь хочет, чтобы первая встреча с женою не носила бы такой анатономический характер, видеть, как из тебя что-то берут, во что-то превращают, чтобы, увидев жену, он бы ее увидел бы сразу в том совершенном виде, в каком мужчина созерцает женщину как объект любви. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью». Но этот сон мог носить пророческий характер, иногда это переводится как некое иступление Господь навел на него, и 22 стих «Пусть каждая сестра в этой комнате встрепенется внутренне и создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку». Вот так рассказывается о рождении нашей праматери Евы, которая является матерью для всех нас. И вот когда человек видит ее уже в этом совершенном виде, без всяких анатономических подробностей, как это все создавалось, в человеке проявляется иначе не скажешь выброс любви из его сердца, то, что начинает проявляться в поэтических рифмах, когда обращаясь к жене или словословие жену, он вдруг начинает говорить стихами. Адам начинает говорить стихами, и мы читаем 23 стих, «И сказал человек, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей». В оригинале эти слова, они почти рифмуются, она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. А здесь идет прямая рифма. Дело в том, что мужчина на еврейском языке это иш, а женщина иша. Иш, иша, иша, иш. То есть мы видим рифму. Вот чувство влюбленности и современных молодых людей тоже подталкивает повторять то, что делал Адам, когда он впервые созерцал Еву, свою возлюбленную. То есть поэтическое чувство первой влюбленности это как бы дыхание Эдемского сада, райского сада, которое касается особенно молодых сердец, когда впервые вот это чувство юношек, девушки, оно как-то проявляется. Если мужчина это иш, а жена это иша, то дословный перевод женщина это будет мужнина. Сам мужчина это муж, а жена иша мужнина. То есть как плохо быть человеку одному, это несовершенное существование в понимании Бога. Так и жена создается не для того, чтобы она была одна. Любая женщина имеет право на свое женское счастье, если она его ищет. Это не просто так, это воля Бога. Плохо быть человеку одному. И человек нуждается в крепких семейных узах, в крепких семейных отношениях. 25 стих «И были оба ноги Адам и жена его и не стыдились». Почему чувство стыда было им неизвестно? Потому что они были в безгрешном благостном состоянии, как маленькие дети, которые могут бегать совершенно нагишом, мальчики и девочки, и это их никак не смущает, если это, например, младенцы, это даже и взрослых людей не смущает, если совсем маленькие там бегают по пляжу, потому что это блаженное, чистое состояние их душ, которое не было никак запятнано грехом, их тела, то есть все это было в совершенстве, дух, душа и тело во всей целокупности, все это пребывало в гармонии с Создателем, с Его волей. и следующая глава здесь трагический конфликт между родом человеческим и Богом, катастрофа мира людей, то, что мы называем грехпадением. Эта глава начинается словами третьей главы книги Бытия, первый стих, Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Святые отцы обращают внимание на то, что здесь дьявол называется змеем. Что этим нам хочет сказать Библия? С одной стороны, Библия указывает на то реальное событие, когда действительно, как пишет Златоуст, дьявол избрал это разумное животное, змея, для того, чтобы через него соблазнить нашу праматерь. Но с другой стороны, Библия, говоря слово змей, подсказывает нам, как дьявол подходит каждому из нас. Свойство змеи, она незаметна, неслышна, подкрадывается к своей жертве, находит самую близкую точку для соприкосновения, чаще это нога человека, ступня, и жалит. Так же и дьявол, его стратегия, он незаметно, неслышно, подползает к нам и находит в нас то, что ближе к нему, то есть, там, где мы проявили непослушание Богу, неуважение друг к другу, вот здесь дьявол будет наносить свой удар, укус змеиный, здесь он вцепится, чтобы погубить нас. Как отцы святые говорили, бесы пленных не берут. Если дьявол цепляется за человека, он это делает для того, чтобы полностью уничтожить того или иного человека. святые отцы объясняют обстоятельства, они говорят, почему Христос попустил бесов войти в свиней. Помните, когда Христос изгонял из бесноватых бесов, они попросили, разреши нам войти в свиной стату. И Христос разрешил. И бесы вошли в стату свиной и сразу бросились с крутистной в море, все погибли. И Златоуст объясняет, Христос попустил бесов войти в свиной стадо с той целью, чтобы показать нам всем, что бы дьявол сделал бы со всем родом человеческим, если бы его злоба не была бы сдержана божественными промыслами. Потому что в этом мире Бог одинаково контролирует и добро, и зло. Сразу началась бы ядерная война, в теперешней ситуации, и сразу мир провалился бы в огненные армагетоны, все уничтожили друг друга. Кстати, американцы неоднократно уже признавались, что в период холодной войны несколько раз, по-моему, три-четыре раза у них была команда запускать ракеты, потому что их датчики показывали, что советские ракеты летят к ним. сбой, технический сбой происходил, и каждый этот случай, технический сбой, ракеты не выходили из шахты. Сколько у нас таких сбоев было, это засекречено, но действительно Бог оберегает всех людей, живущих в этом мире. Итак, мы видим, что змей подходит к нашей праматери и сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Искушение дьявола начинается с того, что дьявол ставит под сомнение что? Слово Божие. Подлинно ли, сказал Бог. Вот всякий раз, когда, друзья, вы слышите, кто-то ставит под сомнение библейское откровение, любую его часть, Ветхий Завет или что-то еще, это голос дьявола. С этого дьявол начинает губить нашу праматерь и благостный мир первых людей в раю. Этим же образом будет губить и весь мир, ставя под сомнение чистоту библейского откровения. Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Но, извините, мы с вами читали, Бог этого не говорил, не ешьте ни от какого дерева в раю. А что же говорил Бог, он говорил, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь. Дьявол умышленно искорзил слова Бога. Для чего? Чтобы втянуть праматерь Еву в бесполезную дискуссию. Мне рассказывали, что свидетели Иегова иногда подходили к православным храмам и ждали, когда верующие выходили и на выходе спрашивали, а правда ли, что у православных троица это Иисус Христос, Дева Мария и Николай Угодник? Такие вопросы задаются не для того, чтобы услышать правильные ответы. Они задаются с одной целью вывести из равновесия человека и втащить его в бесполезную и опасную для него дискуссию. И дьявол добивается успеха. И сказала жена змею, плоды дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Стоп! Бог не говорил, не прикасайтесь. Бог этого не говорил. Бог говорил, а от древа познание добра и зла не ешь от него. Ева добавила к словам Бога излишнюю религиозную строгость. И таким образом это Ремис намек. Библия нам подсказывает, что происходило дальше. Дьявол мог подтолкнуть ее к дереву, она прикоснулась, не умерла. И дьявол мог сказать, ну вот ты прикоснулась, ты не умерла, может быть, тебе и попробовать. То есть излишняя религиозная строгость, она опасна также, потому что нельзя ничего прибавить к словам Бога и ничего убавить от них. И сказал змей-жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. То есть каждый из вас будет автономным Богом от истинного Бога и друг от друга со своим субъективным пониманием добра и зла. И что происходит далее? Далее Библия описывает, это очень важный стих 6, 3 главы, как грех входит в нашу жизнь. И увидела жена, что древо хорошо для пищи. Первая похоть, похоть чрева или похоть обладания. И что оно приятно для глаз, похоть очей или похоть вожделения. и вожделенно потому, что дает знание похоть лжеименного знания или любопытства. Я бы назвал это похотью ложной интеллигентности. Я одного человека, который без сомнения интеллигент, спросил, а какой смысл вы вкладываете в это слово интеллигент? Он ответил, это человек, который о чем-то знает почти все, об остальном понемножку. Когда меня приглашают в дома к верующим освещать квартиры, я сразу смотрю, какие книги они читают. И если я наряду с православными вижу неправославные книги, я придумал афоризм, я его уже озвучивал, скажи, какие книги ты читаешь, и я скажу, в какую секту ты можешь попасть. Чрезмерное любопытство очень опасное явление. Когда у нас на книжных полках стоят и Библия, и Евангелие, Житие Святых, и Бхагават, Гита, и Блаватская, и Коран, там, или что-то еще. А зачем? Если человек христианин, зачем ему проявлять такое лжеименное знание, проявлять такое любопытство, праздное любопытство? христианин, так, первая похоть чрева, обладания, похоть очей, похоть очей, очень распространенная похоть, и Христос приравнивает такую похоть к греховному действию. Если ты смотришь на женщину с вожделением, говорит Христос, ты уже прелюбодействуешь с ней в сердце своем. Похоть очей – это реальность, которую мы переживаем ежедневно. И я в свое время, когда служил на Ордынке, я делал опрос среди своих прихожан, там очень много было прихожан, по каким улицам Москвы православные стараются не ходить. Я выяснил, что православные не любят ходить по Арбату, особенно в то время, в 90-е годы, там было очень много рекламы всякой такой ненужной и соблазнительной, и всякие какие-то зазывалы стояли со своими предложениями. И по улице Горького, тогда она так называлась, сейчас это Тверская, потому что там тоже был такой как бы огромный базар или рынок, что-то непонятное. Однажды я как-то ехал на машине по городу и рассуждал, как раз проповедь готовил об опасности духовного Египта. И вдруг машина остановилась на светофоре, я в окошко смотрю, а там такая реклама, из воды выходит женщина полуобнажённая из моря, и надпись «Египет круглый год». Ну, конечно, понятно, это турагентство там приглашает людей, зазывает их к себе, но для меня это как вот резонуло по сознанию. Думаю, ничего себе, у нас теперь в Москве Египет круглый год. Похоть отчей – это то, что мы должны контролировать, и как похоть чрева, стремление к обладанию чему-либо, потому что, когда мы всё это не контролируем, происходит трагедия. «И взяла плодов его и ела и дала также мужу своему и он ел». То есть грех через жену входит в жизнь мужа. «И открылись глаза у них обоих и узнали они, что ноги и шили смоковные листья и сделали себе опоясание». Грех вошёл в этот мир, детская непосредственность уже недоступна для них и они делают для себя поясание этой листвою как-то прикрываются. Господь всегда спешит на помощь грешнику. Например, в Библии мы видим, были два брата Каин и Авель, Авель был праведник, Каин был грешник. Нигде в Библии не говорится, что Бог собеседовал с Авелем, а вот с Каином Бог беседует дважды. До того, как Каин собирался убить брата и после. То есть, Бог всегда спешит на помощь согрешившему, оступившемуся. Как и Христос в своих притчах говорит, что Он пришёл в этот мир спасать неправедных, а грешных. И что пастырь добрый оставляет девяносто девять овец и идёт искать заблудшего. И когда человечество оказалось в состоянии грехопадения, Бог спешит им на помощь. И мы читаем внимательно восьмой стих третьей главы «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». Чему нас может научить вот эта подробность во время прохлады дня? Святитель Филарет наставит на то, что это свидетельствует о постоянстве отношений между Богом и людьми, что это было то время, в которое Господь всегда являлся им. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Вы видите, это уже не тот совершенный Адам, который был создан по образу Божию, который проявлял в себе подобие Богу, когда он раздвигает границы творения, нарицая имена сотворенным тварям, это Адам, который оказался на самой примитивной ступени религиозного миросприятия. Он думает, что от Бога можно спрятаться в кустах, ни больше, ни меньше. Здесь я обычно вспоминаю, когда я был дьяконом, служил в Тамбовской епархии в городе Кирсанове, был пост, я пришел к одному верующему в гости, а у него на столе Тамбовская колбаса, это очень вкусная вещь, это советские времена, она на окорок очень похожа была и таковым являлась. Я так посмотрел, вздохнул, он говорит, отец дьякон, садись, покушай, я говорю, ну ты знаешь, сейчас пост идет, он посмотрел на меня, потом на иконы, и говорит, я все понял, он подходит к иконам, у него такие занавески были, раз и занавесил, и садится, начинает резать, отец, садись, там водочки достал, чесночок там, давай покушаем, хлеб такой мягкий, черный. Я ему говорю, слушай, а ты что думаешь, оттуда не видно? Он говорит, ты знаешь, не видно. Я когда занавески повесил, а потом там голову туда зажжунул, не видно. Конечно, этот мужчина, это простодушный поселянин, добрый православный христианин, но тогда я вспомнил про Адама, я вспомнил про Адама, который прятался в кустах от Создателя вместе со своей женой Евой. Вот духовная смерть Адама, она действительно произошла в тот самый момент, когда он вкусил от этого древа, а по платью еще какая-то инерция жизни будет сохраняться, он проживет 930 лет, а потом умрет. И вот почему, когда Иисус Христос будет беседовать с пожилым еврейским старцем, наверное, с очень длинной бородой, Никодимом, он скажет ему, тебе надо родиться свыше. И старец не поймет и будет переспрашивать, как родиться свыше, что я должен залезть в живот матери и вылезти, на что Христос скажет, рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. То есть, духовно человечество умерло в тот самый момент, когда Адам вкусил от запретного древа, и праматерь наша Ева вкусила от него. И нам необходимо духовное рождение. Духовное рождение – это когда мы приобщаемся к благодати. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. То есть, Господь как бы спешит к ним на помощь, и мы уже поняли, почему. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, Адам, где ты? Ну, мы понимаем, почему Адам прячется в кустах с Евой. А почему Бог, который вездесущий, спрашивает, Адам, где ты? На самом деле, это риторический вопрос. Бог как бы спрашивает, Адам, а ты хоть понимаешь, в каком состоянии ты оказался? И святы отцы говорят, если бы грешники видели, что происходит с ними, когда они согрешают, когда бесы начинают водить вокруг них радостные хороводы, а ангелы плачу удаляются от них, то многие бы содрогнулись бы. Адам, где ты? Это вопрос, обращенный к совести каждого человека в тот момент, когда он творит те или иные грехи. Он сказал, Адам отвечает Богу, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся. И сказал Бог. Вот сейчас Бог задает наводящий вопрос. И если Адам правильно ответит, то Бог восстановит с людьми блаженные отношения. И сказал Бог, кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Это наводящий вопрос. И Адаму надо ответить, да, я ел от дерева, с которого ты запретил мне есть, и это бы означало покаяние и отношения с Богом были бы восстановлены. Но вместо того, чтобы покаяться, Адам сваливает вину на другого человека и косвенно обвиняет самого Бога. 12 стих, слушаемся в интонацию. Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне дерево и я ел. Адам забыл свои собственные слова. Когда первый раз он увидел жену, он восклицал, вот это плоть от плоти моей, кость от кости моей, а теперь жена, которую ты мне дал. Она мне дала дерево и я ел. Как будто бы Бог дал ему жену для того, чтобы погубить Адама. Конечно, нет. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Почему Бог спрашивает жену? Если жена покается, она может спасти мужа. Помните, как апостол Павел писал, неверующий муж освящается верующей женою. Но Ева вместо того, чтобы покаяться, она говорит, жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. Адам сваливает вину на жену, косвенно обвиняет Бога, жена сваливает вину на змея. О, как мы похожи на наших прародителей! В своих грехах мы готовы обвинить всю вселенную, кроме себя самих. И Бог дает людям наказание. Он дает им четыре наказания. И об этих наказаниях мы прочитаем, но давая наказание, Бог не оставляет людей без надежды на спасение. И прямо в раю прозвучит первое Евангелие. Евангелие – это благая или радостная весть о Господе Иисусе Христе. Кстати, Бог не спрашивает змея, что ты сделал? И из этого церковь делает вывод, для дьявола и бесов покаяние недоступно. Оно закрыто. Как бы ни фантазировали некоторые наши богословы, для сил зла, для оказавшихся в аду, покаяние недоступно. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, то есть подстрекателю приговор выносится сразу, за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей». Внимание! Третья глава, пятнадцатый стих. Книги Бытия – это первое Евангелие, мы читаем, слова обращены к змею, это как воинский призыв евангельского благовествования. «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее, оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в питу». Это первое пророчество о Господе Иисусе Христе. Здесь сказано, что вражда будет между семенем змея, нечестивыми, и семенем жены праведных. И что от семени жены придет, а что значит от семени жены? Без участия мужского семени придет тот, который сокрушит голову змия, а змий будет жалить его в питу. Без участия мужского семени в этот мир рождается девственным образом Господь наш Иисус Христос. Зачатый от Духа Святаго и Марии Девы, Он сокрушает голову змия, идеологию дьявола, евангельским учением, а дьявол жалил его в питу. Пита – это слабое место. Какое слабое место было у Господа Иисуса было изъязвлено, его били палкой по голове, одев терновый венец, распяли на кресте. Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою, это наказание сугубо жене, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Теперь наказание мужу. Адам уже сказал, за то, что ты послушался голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. И два общих наказания Бог далее говорит людям в окончании третьей главы, что сколько бы они ни жили, они теперь будут умирать прах и прах возвратишься и следующее общее наказание Бог изгоняет наших прародителей из рая сладости. Они со слезами покидают это удивительное место и во всем человечестве сохранилась некая такая память о золотом веке. В каждой мифологической системе мы находим такое воспоминание, что когда-то люди жили в неком раю, в неком золотом месте, в чистом месте, благостном, праведном. Это как бы коллективная память рода человеческого, она сохраняет вот такие удивительные воспоминания. Итак, люди изгнаны из рая сладости. Сегодня мы с вами как бы коснулись завязки этой трагедии, увидели причину проявления греха в этом мире, о том, как будет существовать человечество после изгнания из рая, чтобы они туда не вернулись, в этот рай. Мы читаем, что делает Бог и изгнал Адама и поставил на востоке усада, это 24 стих, едемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Чтобы они не вернулись, был поставлен херувим, который охранял вход в это место. В понимании православных христиан действие обращающегося меча херувима, который препятствовал людям вернуться в рай, было остановлено тогда, когда воин копьем под ребро пронзил Господа Иисуса, когда он висел на кресте. И из стекла кровь и вода два символа спасительных таинств, благодаря которым мы все можем вернуться в рай. Кровь – это символ Евхаристии, когда мы причащаемся телу и крови Иисуса Христа, а вода – это символ крещения. Эти два таинства наиболее проявляют спасительную силу и обеспечивают нам возвращение в рай сладости. Итак, сегодня мы с вами говорили о сотворении мира и коснулись вопроса происхождения зла в этом мире, о блаженной жизни людей в раю и о трагедии грехопадения. Если мы будем живы, и Господь позволит, то в следующий раз мы будем говорить о жизни людей вне рая и о том, какой очередной кризис он разразится в жизни людей, то, что мы называем всемирным потопом. Спасибо, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok